Маленькому жителю нашего города, двухлетнему Артуру Арзуманяну, нужна наша помощь. У ребенка четвертая степень сенсорной тугоухости на оба уха. Если не сделать определенную операцию в течение нескольких месяцев, Артур не только навсегда останется глухим, но и не будет разговаривать. В одном из медицинских центров Санкт-Петербурга готовы принять Артура и сделать операцию. Однако она из дорогостоящих, и родители малыша сами не в силах ее оплатить. Кому не безразлично, дальнейшая судьба Артура Арзуманяна просьба перечислить посильную сумму на расчетный счет Сбербанка России, номер которого вы видите на своих экранах, или позвонить по номеру 994-67-82. Мы проживаем в городе Гагра, по улице Сосновая, 7. Зовут меня Карина, сына зовут Арзуманяна Артур, ему 2 годика и 5 месяцев. В годика ребенок перестал, ну как-то не обращал на свое имя внимания. Мы обратились к врачу, нас проверили. Сначала сказали, что под сомнением. Мы отвезли ребенка в Ереван, проверили тама. Нам сказали, что у него четвертая степень тугоухости, нервно-сенсорная тугоухость на два ушка. Он не будет слышать. Но мы, так как родители, несмотря ни на что, не совсем поверили, наверное, врачам, словам этим. И стали искать дальше пути, чтобы улучшить его слух. Мы возили дальше на проверки, отвезли в Самару на рефлексторную терапию, чтобы восстановить этот нерв. Ну, месяц находились там, ничего нам не помогло. После опять мы вернулись в Ереван, нам сказали, надо сделать МРТ. Сделали МРТ, подтвердили, опять же, тот же диагноз. И нам назначили аппараты на два ушка. Мы купили их, никому не обращаясь, сами своими силами купили эти аппараты. Он носил их 6 месяцев, но нам не помогло. После нам сказали, надо делать компьютерную томографию. Мы опять вернулись в Ереван, сделали компьютерную томографию. Прошли два наркоза. Нам сказали, что вам надо готовиться к операции. Мы, опять же, всему этому поверили, но хотели убедиться. Хотели поехать в Израиль, но по возможностям нам не получилось собрать столько денег. Там просили больше трех миллионов. Мы не смогли. После всего мы поехали в Грузию. Проверились там. Нам тоже подтвердили диагноз и сказали, что у вас осталось 5% чтобы сделать операцию. Или слух вообще, который даже какие-то там, какие-то звуки очень высокие. У него тоже потеряет и вообще не сможет разговаривать. У нас осталось всего лишь 5 месяцев. После чего, даже если сделают кахиллярную имплантацию, мы не сможем. Слышать мы будем, но разговаривать мы уже не сможем, так как у нас атрофировался речевой процессор. После всего этого мы обратились в Россию. Нас поставили на квоту. На данный момент нас направляют на операцию в Санкт-Петербург. Нам пошли навстречу, хотят оплатить операцию. Вот обращаясь к вам, прошу помощи тем, кто безразличен, помочь нам. Просто уже не осталось ни сил, ни возможностей, ни материально, ни денег. Он перенес уже 5 наркозов с нашими проверками. Но везде подтвердилось, в каждой стране подтвердился этот диагноз. Прошу вас, тем, кто не безразличен, очень много людей нам помогало тоже, несмотря ни на что. И фонд Эмили помог, и армянская община, и люди оставались не безразличными на все наши поездки. На данный момент нам нужно срочно выезжать на операцию. Уже нету ни возможностей, ни сил никаких. Если возможно нам помочь, помогите хотя бы, кто как сможет, кто советом, кто материально, кто как сможет. Я очень прошу, потому что все в ваших руках.